Россия И кто ему разрешил безнаказанно рубить ценные породы деревьев под видом санитарной вырубки? Вот этот лес Бойко оформил как земля сельхозназначения. Я понимаю, земля сельхозназначения – это та земля, на которой были поля, и на ней пахали. Вот эти леса, они здесь стоят, ну, 200 лет, наверное, может, и больше. Там никогда не было полей, там никогда никто не пахал. Ну, ни скотину там не пасли, ничего. Каким образом это сейчас стали поля сельхозназначения, что он теперь вырубает лес? Этот лес мы в школе учились, ходили елочки, сажали. Московская область. Русский городской округ. На подступах к лесу круглосуточно дежурят местные жители. Их цель – поймать лесорубов, привлечь нарушителей к уголовной ответственности и не допустить уничтожения своих лесов. Ежедневно полиция вызывается один-два раза. Едут они очень долго на вызов, но приезжают участковые. Кроме этой службы в течение четырех дней вызывали МЧС, вызывали УБЭП, вызывали администрацию Русского городского округа. Никто на это не реагировал. Инспекторы Всероссийского общества охраны природы тоже не остались в стороне. Вместе с активистами мы нашли и лесопилку, и рабочих. Но при нашем появлении лесорубы бросили технику и попрятались в вагончики. Да, в данный момент мы стоим и не работаем, потому что ждем сервисное отслуживание, а машина, техника сломана. А техника тут непростая. Стоимость каждого такого агрегата доходит до 100 миллионов рублей. Откуда она тут взялась, сказать сложно. Причем техника без номерных знаков, техника без владельца, как нам удается выяснить, зачем такие мощные машины финского производства находятся у нас здесь в глубинке, в общем-то нам совсем непонятно. Между тем сплошная вырубка идет на нескольких участках. Техника подступает с разных сторон. Работы идут полным ходом. Одни лес рубят, другие складывают его в поле, а третьи вывозят в неизвестном направлении. Всероссийское общество охраны природы. Расскажите, пожалуйста, что вы везете? Как чего? Лес. А откуда? С делянки откуда. А на какие цели его врубают? Я не знаю. Давно вы уже работаете? Я работаю на услугах. Меня послали и все. Концы отыскать непросто. Раньше эта земля входила в лесной фонд, но после того, как она попала в руки главы агрохолдинга «Русское молоко» Василию Бойко, то неожиданно поменяла статус на земли сельскохозяйственного назначения. И не похоже, что холдингу не хватает пахотных земель. Неужели за вырубкой стоит просто шкурный интерес? Приехал чужой человек. Разорил его в Русском районе совхозы. Теперь он просто вырубает уже лес. Мы что, все будем молчать? Минэкологии Московской области разводит руками. В объемном тексте ответа на наш запрос начальник управления государственного экологического контроля Геврис Санакоев перечисляет ведомства, которые должны помочь решить проблему. Вот только полиция и местная администрация предпочитают бездействовать. Чиновники разводят руками и советуют жителям брать решение вопроса в свои руки. Они этот лес куда-то вывозят или что с ним делают? Они пока нет, потому что они видят, что мы стоим, мы целый день с 7 утра здесь стоим. Вот. Мы и полицию вызывали, и ДПС вызывали. Вот. И поэтому они пока, как говорится, нас увидели, и они сваливают около леса в кучу. Весь срубленный лес. Но люди и так не намерены оставаться в стороне. Благодаря общественному резонансу информация уже дошла до губернатора Московской области, и теперь появилась надежда, что вмешательство главы региона поможет уберечь лес от рук ненасытных бизнесменов. Ну что ж, дорогие друзья, еще один успешный кейс мы можем зачесть в копилку проекта Экорейд. У меня в руках решение арбитражного суда Московской области, который наложил обеспечительные меры на вырубку в русском городском округе. Итак, внимание. Суд своим решением запретил совершать любые действия, связанные с вырубкой и заготовкой лесных насаждений. Причем не только этой компании, которая сейчас проводит вырубку, но и также запретил привлекать любых третьих лиц для выполнения порубочных работ. А это что значит? Что техника должна будет немедленно уйти. Лесорубы покинут территорию леса. Жители снова смогут ходить им, наслаждаться, собирать грибы, ягоды, гулять. Мы будем очень внимательно следить за этой ситуацией и надеемся, что вот это вот определение о принятии обеспечительных мер станет финальной точкой в истории с вырубкой леса. Нам удастся отстоять этот лес и мы не дадим дальше вырубить на нем ни одно дерево. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok